Твое, Ему вся хвала, Господь, Хранитель Твой. Господь и Бог наш, Отец всемогущий, Отец Вечности, Бог Творец, обитающий в неприступном свете, Бог огнепоедающий, а также наш добрый Отец и нежный пастырь любящий. Мы склоняемся сейчас пред Тобою, перед нашим Господом, полным любви, милосердия и благодарим Тебя сердечно за Твою любовь, которую Ты явил в Сыне Твоем Иисусе Христе и нашим Господе. Слава Тебе, Господь, за оправдание, за жизнь вечную, за искупление, которое даруешь всякому верующему в Сына Твоего Иисуса Христа и исполняющему Твое живое истинное слово. В этот утренний воскресный час мы благодарны Тебе, Господь, и радуется сердце наше, что Ты так велик в своей любви к детям, к своему созданию. Благодарны Тебе, Господь, за это солнышко, которое обогревает и праведных, и неправедных. Благодарим Тебя за эту дочь, которая оросил землю, оросил посевы. Господь, слава Тебе за благодать и милость, за все потребное для жизни и благочестия. Я особо благодарна Тебе за живое истинное слово, которое укрепляет нас, это манна небесная, подкрепляет нас, Господь, и ведет нас в жизнь вечную. Благодарим Тебя сердечно за это подаренное общение. Умоляем, пребудь Духом Святым и благослови его. Сам займи центральное место и прославься через жизнь, через словословие детей Твоих. Харистов вдохнови наших, всех словословищах Тебя. Молитвы детей Твоих услыши с места обитания Твоего. Господи, мы также просим Тебя, говори нам сегодня через Твое живое истинное слово. Милосердный Господь, благослови все сердца, которые присутствуют в нашем собрании. Ты знаешь, у кого какие переживания, скорби, кому нам идти, Господи. Только Ты, наш Отец, можешь понять нас, услышать и ответить. Господь, у Тебя действительно утешение и ответы на начисленные вопросы. Мы также просим Тебя благословить тех, кто не имеет этой возможности поищать храм Твой. Благослови тех, радиослушателей, кто смотрит нас сквозь далекие расстояния. Господи, объедини нас единой любовью к Тебе и друг к другу. Искренне рады нашим дорогим гостям, которые сегодня посетили нас. Дорогого брата Виталия, Николая Буглиева, Господь, Андрея Пац. Благослови, Господь, их и участие в нашем общении. Досветится имя Твое и прославляется. Мы молимся Тебе и о нашем городе, в который Ты нас переселил. Благослови, Господь, чтобы еще многие люди познали Тебя как истинного спасителя. И пусть церковь Твоя светит светом. И каждый член церкви будет образцом и примером. И это служение будет возможностью просмотреть себя и приготовиться к славной встрече с Тобой. Досветится имя Твое. Все это мы просим во имя Иисуса Христа и нашего любимого Господа. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы споем первый гимн молитвенный из сборника номер 812. О молитва, о молитва. Дорогие братья и сестры, мы споем первый гимн молитвенный. О молитва, о молитве. Дорогие братья и сестры, мы споем первый гимн молитвенный. Дорогие братья и сестры, мы споем первый гимн молитвенный. Дорогие братья и сестры, мы споем первый гимн молитвенный. Дорогие братья и сестры, мы споем первый гимн молитвенный. Дорогие братья и сестры, мы споем первый гимн молитвенный. Дорогие братья и сестры, мы споем первый гимн молитвенный. Дорогие братья и сестры, мы споем первый гимн молитвенный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Сына Божья, сияет звездой, Как в силу Твою ничуть и покой. И векнущим светом наш путь озаряет, Победно ведет нас, значит, и страдай. 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 И также пастора церкви города Филадельфии. Он скажет слово и пригласит нас к молитве. Дорогие братья и сестры, приветствую всех любовью нашего Господа Иисуса Христа. Я благодарен Господу, что Он дает нам такую возможность вот так собираться вокруг Слова Его. Это самое великое, что у нас есть. Это Слово, которое оставил Господь, которое дает нам жизнь. Вы знаете, когда-то в Салме, мы читаем 138, Он говорит, Ты, говорит, возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Это самое большее, что есть. И вы знаете, я бы хотел вот для нашего рассуждения прочитать вот вместе из Евангелия от Матфея. Здесь в 24 главе, кто знаком с Писанием, знает о том, что Господь находится вместе с учениками буквально за несколько дней до распятия на горе Елеонской. И вот когда Он здесь с ними находится вместе, они показывают Ему на храм, на здание. И Он говорит, все это будет разрушено. И они тогда задают Ему вопрос, скажи, когда это будет? И второй вопрос, каковы признаки Твоего пришествия? Вы знаете, я бы хотел сегодня немножко вместе с вами порассуждать именно об этом. Мы живем в время, как кто-то выразился, говорит, что мы живем в последнее время последнего времени. Очень много идет разговоров, дебатов, как это произойдет, каково будет пришествие Христа. Но не об этом я бы хотел поговорить, а поговорить то, что сказал конкретно Сам Иисус. о вот признаках Его пришествия. И посмотрите, мы будем читать эту 24 главу, 4 и 5 стих. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос, и многих прельстят». Мы можем читать дальше до конца этой главы, и даже 25 она нам показывает о тех событиях, которые будут разворачиваться в эти последние дни перед пришествием, Иисуса Христа, но он говорит, «Я хочу, прежде чем мы перейдем и будем говорить о чем-то другом, о войнах, о голодах или еще о каких-то других событиях, я хочу для вас, для учеников моих, оставить одно очень важное предупреждение. Вот это последнее время, оно будет шревато тем, что будет очень сильное обольщение. Люди будут подвергнуты именно тому, что даже церковь подпадет под некоторые такие вещи, которые, как в другом месте написано, «чтобы прельстить, если возможно, и избранных даже». Вот такое время будет. И я думаю, что многие из нас, когда мы так реально посмотрим на то, что происходит вокруг, мы можем сказать, что уже сейчас мы видим на наших глазах, это происходит. И вы знаете, друзья, говоря об этом, я бы хотел сказать, что мы должны быть особо внимательны к тому, что нас предупреждает сам наш Господь и Спаситель наш. Он так дорого заплатил за нас, чтобы дать нам жизнь вечную, и потому Он с такой любовью, заглядывая наперед, Он говорит, «Я хочу вас предупредить, будьте очень осторожны, в последнее время перед Моим пришествием вы будете подвержены тому, что будет великое обольщение». Некоторые из сидящих могут сказать, «Как так может быть? Ведь мы, люди верующие, это народ Божий собрался здесь. У нас в руках книга самого Бога, это слово, как может это произойти?» Вы знаете, друзья, я бы хотел сказать о том, что когда мы смотрим в Библию и проверяем историю даже того же израильского народа, избранного народа Божьего, мы можем увидеть, что это не первый раз, когда такое происходит, для того, чтобы нам как-то, может быть, больше понять суть этого, я бы хотел, чтобы мы с вами открыли четвертую книгу царств. Здесь в двадцать четвертой, вернее, в двадцать третьей главе описывается уже буквально вот за короткое время, перед тем, как был разрушен Иерусалим, и весь народ был уведен в плен, в это время царствовал еще один праведный царь Иосия. И вот после того, как был целый ряд царей, которые были негодны перед Богом, нечестивые, этот царь Монасия, который правил пятьдесят пять лет и делал нечестие перед Богом, и вот стал этот Иосия, и когда он стал царем, он был совсем еще молод, ему было всего восемь лет, но вот когда уже стало немножко, ему он стал немножко старше, и мы видим, здесь вот описывается в двадцать третьей главе, с четвертого стиха, удивительное, что он делает. Это как бы приоткрывает нам на то, что происходило в это время в израильском народе. Посмотрите. «И повелел царь Хелки, первосвященнику, и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала, и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон. И велел прах их отнести в Вифиль, и отставил жрецов, которые поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах». И посмотрите, дальше здесь мы читаем шестой стих. «И вынес Астарту из дома Господня, из храма, из церкви, за Иерусалим к потоку кедрок, и сжег ее у потока кедрок, и стер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем. И женщины ткали одежды для Астарты». Посмотрите, 10 стих. «И осквернил он Тафет, что на долине сынов Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Малоху. И отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу, перед входом в дом Господень, близ комнаты Нифан Мелеха, Евнуха, что Фарухиме. А колесницы же солнца сжег огнем. И жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал монасия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь, и низверг оттуда, и бросил прах их в поток кедрон. И высоты, которые перед Иерусалимом, направо от Масленичной горы, которые устроил еще, это представьте сколько времени, царь Соломон, царь Израилев, а старте мерзости Сидонской, и хамосу мерзости Моавитской, и мелхому мерзости Аммонитской, осквернил царь, и изломал статы, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. Читаем такое и думаем, как так может быть? В доме Божьем, среди народа Божьего, такие мерзости. Самое удивительное, что они никогда не отвергли Бога до конца. Они так и продолжали служить Господу, но они сделали вот это смешение. Они и Богу поклонялись, и всем этим идолам служили, и блудилищные дома были, и постарались как можно больше внести языческого, мерзкого к ним, в церковь, в их дома, в их народ, как можно больше. Но наряду с этим они продолжали служить Богу. Казалось бы. И Господь говорит, когда мы читаем все это, знаете, удивительное место, мы приходим уже в книге пророка Иезекиэль, когда Господь показал все это, и посмотрите, в 8 главе, Он обращается в 18 стихе, и говорит, за то, и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое, и не помилует, и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. Господь говорит, за то, что они вот так вот продолжают, и знает Меня, Он говорит, прямо говорит, я стану действовать с яростью, не просто даже с гневом, а говорит, с яростью я начну действовать против этого народа. Но знаете, друзья, говоря обо всем этом, и как бы ближе к той теме, о которой мы с вами разговариваем, то я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание вот на что. Когда мы приходим, или открываем книгу второзакония, то здесь, в 8 главе, Господь наперед, что-то сказал израильскому народу. Давайте прочитаем 8 главу, с 10 стиха. Он здесь дальше говорит, что когда ты войдешь в землю, и будет у тебя все хорошо, и 10 стих, и когда будешь есть, и насыщаться, тогда благоставляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. И посмотрите 11 стих. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. Посмотрите 14 стих. То смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего. Но Господь оказывается наперед, предрек израильскому народу, Он говорит, я знаю, в твое и в твоей жизни, в жизни вашего народа произойдет нечто удивительное. Вы придете в землю, у вас всего будет в изобилии, вы будете есть, и наедаться, и скота у вас будет много, и у вас будут источники воды, и будет такое благословение. Но Он говорит, в этот момент, в этот момент, берегитесь, я вам говорю наперед, вы будете подвержены тому, чтобы впасть в обольщение, и забыть Господа, и начать служить другим идолам. И точно так произошло. И мы смотрим, удивляемся, разводим руки, и говорим, как они могли дойти до такого состояния? Но Бог наперед все это предрек, и Он предупреждал их, и говорил, будьте осторожны, смотрите, берегитесь. Дорогие друзья, это то же самое, что и сегодня говорит нам. Точно так и сейчас. Он говорит, что посмотрите вокруг, вы говорите, будьте внимательны, посмотрите, что происходит. Вы, говорит, можете подвергнуться тому, что будет великое обольщение в мире. Посмотрите, что происходит сейчас, вокруг, куда мы не глянем, все говорят, как будто о любви. На самом же деле, это не просто любовь, а это терпимость. Мы должны всех терпеть. Мы должны ко всему не сходить. Мы должны на все глаза закрывать. Но только стоит кому-то принципиально стать на слове Божьем и сказать, так говорит Господь. Мы так не можем поступать. Это есть то, что сообразоваться с веком сим. Это есть мирское, или еще что-то. И вы сразу враг. И вы сразу будете то, что на вас будет брать и смотреть. И говорить, это крайности какие-то. Никакой терпимости, никакой любви к вам проявлено никогда не будет. Почему? Не это ли есть вот этот дух обольщения, который как бы входит, и все это как-то окутывается в какие-то красивые обертки, фантики, любви или еще чего-то. Господь говорит, смотрите, дорогие, я за вас жизнь отдал. Вы так дороги мне, поэтому я вас предупреждаю, что в последнее время будет вот такое ужасное обольщение. И знаете, друзья, когда мы говорим об этом, то я думаю, перед каждым из нас, наверное, встает вопрос, а что же нам делать тогда? Как нам поступать? Как нам избежать этого? Вы знаете, я бы хотел сказать, что первое, что мы должны делать, это знать. Слово Божие нам прямо говорит, что мы должны знать. Апостол Павел говорит, когда мы читаем во 2-е послание Коринфянам, во 2-й главе 11-м стихе, он говорит, нам не безизвестны умыслы сатаны. Нам дано право знать. И знание – это сила, когда оно основано не на человеческом какой-то мудрости или философии, или пустословии, или богословии ложном, или еще что-то, но когда оно основано непосредственно на Слове Божьем. И посмотрите, что же мы должны знать? В первую очередь, мы должны знать одну очень важную истину, что за любым обольщением, за любым отклонением, за любой лестью стоит одна личность – это дьявол. И Слово Божие нам говорит об этом очень ясно. Когда мы с вами приходим, например, вот и читаем такие места, как в Откровении, в 12-й главе, в 9-м стихе, то там написано, что был вот именно вот этот древний змей, который обольщает всю вселенную. О нем так Слово Божие говорит, что это дьявол, который обольщает. Или посмотрите, когда мы с вами приходим в Евангелие от Иоанна, то в 11-й главе мы находим удивительное, опять-таки, место, когда Господь говорит о дьяволе. И посмотрите, в 8-я глава, и четко понимать, стоит дьявол. Как бы это не было преподнесено нам, как бы это не окутывалось еще в какие-то формы или еще что-то, мы должны ясно понимать одну важную вещь, что за всем этим всегда стоит личность. И это личность дьявола, в которой нету никакой истины, и наоборот, он отец лжи, тот, который обольщает. Но знаете, друзья, опасность в том, что когда вот мы читаем, опять-таки, во 2-м послании к Коринфянам, в 11-й главе, в 14-м стихе апостол Павел говорит, что, оказывается, и дьявол, и сатана принимает иногда вид ангела света. Вот здесь уже нам кажется гораздо тяжелее. Там, где это открыто, где это ясно, мы вроде бы готовы что-то говорить, но тогда, когда мы иногда подвержены тому, что вроде бы это преподнесено каким-то образом, что это как бы в церкви, вроде бы говорится о Христе. И мы часто сталкиваемся именно с тем, что, ну, а что здесь такого? Кто-то говорит, это мирская музыка в церковь приходит. А мы говорим, ну, это же в церкви, там же слова о Боге. Кто-то говорит, посмотрите, в мир приходит, вернее, в церковь приходит мир посредством моды, одежды, еще что-то. А мы говорим, ну, они же в церкви, они же слушают, и так далее, и так дальше. Мы говорим, что, ну, а что здесь такого? Вот есть какие-то и движения, что у них такое вот веселое христианство. И мы говорим, ну, а что здесь такого? Благоговение утеряно, ничего нету, страха Божьего нету. И мы разводим руками и говорим, ну, они же о Господе говорят. Они же, наверное, братья наши. И так дальше. И мы тогда смотрим и говорим, как же нам распознать? Вы знаете, друзья, второе, что мы должны знать, это то, что принципы обольщения, они никогда не изменяются. Если мы посмотрим на основание Священного Писания, то мы находим опять и опять, что Слово Божие нам показывает, что дьявол использует один и тот же план, одни и те же принципы и методами, которыми он совращает людей. И мы можем посмотреть это тогда, когда было искушение Иисуса Христа, тогда, когда это было с Аврамом, когда это было с Иаковом, с Иосифом, другими, мы везде это видим. Но для того, чтобы нам яснее понять то, о чем мы говорим, я бы хотел, чтобы мы вернулись и посмотрели на то обольщение, которое произошло первое. Это тогда, когда пала Ева. Вы знаете, давайте откроем вместе с вами, и мы многое, что можем поучиться и увидеть, и именно сделать из этого большие, взять из этого большие уроки для самого себя. Откроем бытие, и вот в этой книге мы с вами, я бы хотел, чтобы мы вместе взяли и проследили вот именно тот план, который использует дьявол. Посмотрите, друзья, первое, когда вот мы открываем в книге «Бытие», третью главу, то мы видим, мы будем читать с первого стиха, здесь написано так, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Первое, что делает дьявол, когда он подходит к нам, и когда он принимает, какой бы это ни был вид, то первое, что он делает, это всегда ставит Слово Божие под вопрос. Он делает это очень тонко. Нашими словами, если подойти, то он говорит, «А может быть, ты не понял? А может быть, это духовный смысл? А может быть, это к другой культуре относилось? А может быть, это еще что-то? А может быть, ты просто это не так совсем воспринял? Вот что делает дьявол, он вначале, то, что мы знаем, то, что мы читаем, то, что мы ясно видим, просто на основании Слова Божия, он просто ставит под вопрос, «Может быть, ты проверь себя? Может быть, ты просто не понял? Может быть, это первое, что делает дьявол?» Но посмотрите, друзья, после того, как он делает это, то, я бы хотел тоже сказать, что обычно это происходит таким образом, когда мы знаем что-то очень хорошо в нашем сердце, что что-то есть грех, но мы находимся иногда в какой-то среде, в какой-то обстановке, может быть, там, где мы и не должны быть, где Слово Божие как бы вышло из нас, и мы не наполнены этим, и в этой ситуации, когда мы подвержены особенному искушению, и вдруг нам приходит вопрос в нашу голову, «Ну а что здесь такого?» «Ну и другие делают!» «Да и мы же вроде в другой стране!» И, посмотрите, вот так начинает делать дьявол. Первое, поставить вопрос на ту истину, которую вы знаете. Второе мы с вами видим, обратите внимание, когда мы читаем уже четвертый стих, то здесь дьявол обращается к Еве, и мы читаем следующее, «И сказал змей жене, нет, не умрете». От того, что пославить Слово Божие под вопрос и отвергнуть его совершенно, всего лишь один шаг. Мы часто не думаем об этом, мы думаем, что это длинный процесс, и когда приезжает кто-то и говорит хорошо, и задает вопросы, и ставит под вопрос некоторые наши доктрины и истины, то мы начинаем колебаться, начинают мысли приходить, еще что-то. Но запомните, братья и сестры, запомните, друзья, Слово Божие нам так ярко показывает, что от того, что поставить истину под вопрос и отвергнуть ее, всего лишь один короткий шаг. Только мы начинаем прислушиваться и слушать голос дьявола, он начинает звучать в наших ушах, то знаете, что следующий шаг это уже отвержение Слова Божия. Но это еще не все. Посмотрите, мы с вами читаем и видим, что происходит дальше. В пятом стихе он говорит, дьявол, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Первое, поставил под вопрос. Второе, отверг Слово Божие. И третье, заменил Слово Божие своим словом. И это все. Настолько это кажется просто, но всегда во всем мы видим именно этот план. Любое обольщение, любое падение происходит только тогда, когда выбита основа Слова Божия. И нам показывается это очень ярко. И это то, что делает дьявол. Но, друзья, я бы хотел обратить внимание на то, что, понимая план, тот, который использует дьявол, мы должны также понимать, каким искушением подвержены и мы, как люди. Потому что, когда мы видим, что происходит с Евой, для нас, для нас, как бы, открывается и понятно, какие ошибки мы допускаем, тогда, когда мы попадаем в такие обстоятельства. Посмотрите, понимая план дьявола, я бы хотел, чтобы мы обратили внимание и на ошибки Евы. Обратите внимание, что мы читаем, когда она только, первое, что она вступила в этот диалог, это главное, она не должна даже было это делать. Даже когда только прозвучал этот вопрос, ты должен оставить это, но она продолжает слушать, это что-то новое, это что-то интересное, это что-то привлекающее, это нравится моим глазам, это нравится, может быть, моему вкусу, еще что-то. И мы начинаем, будем открывать свое сердце к тому, чтобы вести даже диалог какой-то по этому. Это уже нарушение. Но посмотрите, первую ошибку, которую она делает. Когда только дьявол с ней стал говорить, то мы видим, что происходит довольно-таки удивительное. Посмотрите ее слова. И сказала, это второй стих в третьей главе. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть. Она как бы цитирует Слово Божие. Но вот здесь я хотел задать вам вопрос. Она точно процитировала Слово Божие? Нет, не точно. Посмотрите, когда мы ворачиваемся во вторую главу, в 16 стих, что здесь написано. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. А она говорит, плоды с дерев мы можем есть. Кажется, то же самое, но не то же самое. Господь сказал, от всякого дерева мы можем есть. А она просто говорит, плоды с дерева мы можем есть. Вы скажете, а что здесь такое? Она просто упустила одно слово. От всякого. Вы знаете, друзья, что происходит? Как только мы открываем свое ухо к тому, чтобы иметь диалог с дьяволом, практически автоматически доброта Божия падает, снижается. Она уже не видит Бога таким добрым. Господь сказал, ты можешь есть от каждого дерева, но она уже этого не видит. Она уже это не говорит. Она просто говорит, да, мы можем есть от дерев. А то, что Господь сказал, ешь от каждого дерева, пожалуйста, она этого не видит. Я думаю, родители, у которых есть постарше дети, они очень хорошо понимают, когда иногда в семьях дети подрастают, и вдруг происходит что-то, и начинает какое-то противление, и родители пытаются разговаривать, мне как служители, часто приходится участвовать в этих диалогах, и вдруг слышишь, как дети говорят, ты меня не любишь. Если бы ты меня любил, то ты бы мне разрешил приходить домой в 12 ночи. Ты бы мне разрешил на этой машине ездить. Ты бы мне разрешил туда идти еще. Ты не любишь меня? Ставится под вопрос доброта родительская. Точно так и мы делаем. Как только мы начинаем слушать, то сразу у нас в ушах звучит этот голос дьявола, и уже доброта Божия совсем не такая, как она есть на самом. Она минимизируется. Но это не все. Посмотрите дальше. Когда мы видим, идет этот диалог, то мы находим тоже удивительное, что опять-таки происходит, вот мы опять берем и читаем здесь в третьем стихе, то мы видим, что она продолжает свой диалог и говорит только плодов дерева, которые среди рая сказал Бог, и опять цитирует, не ешьте их и не прикасайтесь к ним. Посмотрите, мы читаем вторую главу 17 стих. Господь говорит, а дерево познания добра и зла не ешь от него. Господь сказал, не ешь от этого дерева, да? А Ева теперь говорит, не есть от него и не прикасаться к нему. Вот как. Оказывается, не только доброта Божия теперь унижена, да? Но и строгость Божия теперь показана, как будто легализм какой-то. О, как это ужасно! Христианинам невозможно быть! Что это за рамки ввели? Сережки нельзя, цепочки нельзя, еще что-то надо. И мы говорим, да что это такое? Да куда это годится? Да? И мы сразу, нам сразу рисуется, как это что-то ужасное такое. Нам здесь показана эта картина. Доброта Божия снижена, максимизирована его строгость. Это предоставлено в ужасной форме. И потом, после этого происходит последнее. Посмотрите, она говорит в этой же самом стихе, в третьем, чтобы вам не умереть, она цитирует слова Господа. Когда мы читаем 17 стих, Господь говорит, знай, говорит, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Господь сказал, умрешь, точно умрешь, произойдет это. А она говорит, да что бы не умереть. Уже теперь и Слово Божие не выглядит, как какая-то заповедь, как какое-то повеление. А теперь уже это что-то такое, что можно подвинуть и сюда, и сюда, и можно как-то истолковать по-другому. И что произошло? Мы видим, что взяла она это в свои руки, взяла это, этот плод вкусило, пало, и по сегодняшний день мы все находимся под вот этой тяжбой греха, под этой ношей греха. Друзья, ничего не изменилось с того времени. Господь предупреждает нас, и Он говорит, знаете, дорогие, люблю вас, умер за вас, жизнь свою отдал, но знайте, что в последнее время вы будете подвержены такому обольщению, знайте, что будет даже дьявол приобретать ведь ангела света, знайте, что мир будет входить в церковь, и это ничто другое, которое параллель идолопоклонства, у которого происходило во времена царей, о которых мы только что с вами взяли и прочитали. Он говорит, все это будет, берегитесь, и знайте, знайте, нам не безызвестны умыслы сатаны, вот его план, вот то, с чему вы можете быть подвержены и допускать ошибки, не делайте этого. И знаете, друзья, последнее, говоря об этом, я бы хотел обратить наше внимание на третье, именно то, что сила над обольщением ничто другое, как Иисус Христос. Вы знаете, мы как-то были в одной церкви, и Пресвитий рассказывал такой случай, что, говорит, в одной воскресном классе, где маленькие детки были, учительница проводила с ними занятия, и она взяла и на доску повесила картинку белочки, и она спрашивает у деток и говорит, детки, что вы видите на этой картинке? И, знаете, один мальчик поднял руку, она говорит ему, ну скажи, дорогой, он говорит, я, говорит, вижу, что это белка, но я знаю, что это Иисус Христос. Знаете, в воскресной школе все должно быть Иисус Христос, и он это очень хорошо усвоил. Это, кажется, немножко может быть каким-то смешным, но реальность в нашей жизни вот именно так и должно быть. Сила против обольщения это Иисус Христос. Все и во всем, в каждом аспекте жизни, как мы пытаемся изолировать нашу веру в Богу только лишь церковью, чтобы никто не влазил в мою личную жизнь, что у меня происходит на работе, что у меня происходит в семейной жизни, кто ты такой, что ты лезешь, кто ты такой, что ты мне можешь говорить. Мы пытаемся свести поклонение Богу, только вот что-то какое-то узкое одно. Один из многих богов делается Бог наш, которому мы служим, в то время как Бог должен стать все и во всем. Только в этом сила против обольщения, только в Его слове. Когда мы читаем первое послание Тимофея, то в четвертой главе написано как раз таки об этом, что будет обольщение, обольщение, что будут внимать духам обольстителям, что будут много, говорит, и хороших, и красноречивых, которые, говорит, будут говорить много, имеющие вид благочестия, силы же их отрекшиеся. Вот что будет происходить. Но, говорит, сила-то как раз в Иисусе Христе и в Его слове. Господь прямо заявляет, когда мы читаем Иоанна 14 глава 6 стих, Он говорит, «Я есть истина». Когда мы читаем 17 главу Иоанна в первосвященническом молитве, Он говорит, «Слово Твое есть истина». И мы это прекрасно понимаем, когда читаем первую главу Иоанна, когда написано, «Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Только Иисус Христос, только Его сила, только Его Слово, только в этом наше спасение. И как жалко иногда, когда смотришь, что Слово Божие – это честно, реально отставлено из нашей жизни. Когда у нас нету времени, чтобы читать, вы знаете, восхищайся, поражайся, когда читаешь 118-й Псалом. Мы так много говорим о Давиде, это имя Давид из имен, более всех упоминаемо на страницах Библии. И когда читаешь 118-й Псалом, то не удивляешься, потому что восторг приходишь от того, как Давид воспринимает Слово Божие. Через каждую пару стихов Он говорит, слаще меда Твое Слово, я возлюбил его, драгоценнее золото, нету ничего больше, Слово Твое, Слово, я, говорит, с ним сплю, я с ним стою, я, говорит, размышляю об этом, Слово Твое, оно наполняет меня. Неудивительно, что Давид стал мужем по сердцу Божию. Вы знаете, друзья, не так давно моя супруга была в положении, мы ожидали первого мальчика в нашей семье, и знаете, мы долго его ждали, и как раз выпало, что когда она в положении, день рождения у нее было, и я никогда не бываю по магазинам, а здесь думаю, надо пойти что-то особенное взять для своей супруги, но не бываю по молам, я зашел после работы в мол, и думаю, я не знаю, что, но я просто буду идти, и мне что-то бросится в глаза. И я иду, смотрю на меня, даже все смотрят, так кажется, я просто быстро шел, я никогда, я иду, смотрю по сторонам, туда прошел, назад, ну, все вроде, ну, ничего особенного. А потом я остановился, и вы знаете, вот это слово так коснулось меня, когда сказано о Давиде, что он был муж по сердцу, я так думаю, насколько это надо знать человека, чтобы сделать что-то по сердцу ему, чтобы знать, что ему так хочется, ему так дорого. и Давид, имея слово Божие в руках, достиг того, что он так знал сердце Бога, что он стал мужем по сердцу Божьего. Господь когда-то сказал в 22 главе Матфея, когда ему задали вопрос, какая наибольшая заповедь, и он отвечает и говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и всей душой, и всей крепостью, и всем разумением. Дорогой друг, мы можем много говорить, мы иногда можем податься тому, что Слово Божие называет, чтобы мы не обольщали самих себя, да, не обманывайтесь, говорит Слово Божие, как это ужасно. Представьте себе, что-то делать и обмануть самого себя, убедить себя в чем-то, убедить и обмануться, идти всю жизнь и прийти в конце совершенно не туда, куда ты хотел. Слово Божие говорит, берегитесь, дорогие, последнее время будет, тяжелое время, когда будет это обольщение. Посмотри в свою жизнь, сколько это происходит. Может быть, сегодня тебе Господь тоже говорит, и Он просто взывает к тебе и говорит, посмотри честно и искренно, и не бойся. Лучше сделай это сегодня. Не думай, что это будет скрыто от лица Божьего. Не думай, что Бог никогда не узнает. Сделай это сегодня. Вы знаете, к нам приезжал как-то Франц Тисен, это служитель из Казахстана, и он рассказал нам такой пример, что, говорит, в Казахстане в свое время жило очень много немцев. И говорит, в одном городе происходила свадьба, где, говорит, собралось очень много народу, немцев. И еще, говорит, по тем временам видеокамеры были такая, знаете, новинка. И кто-то, говорит, имел и заснимал эту свадьбу. Знаете, как это делается иногда. И вот, говорит, во время свадьбы был преподнесен жениху и невесту подарок. Такое искусственное дерево, а на этом дереве вот рубли повешены. Знаете, как вот есть пословица, что на дереве деньги не растут, а вот как бы для вас, для молодых, чтобы вам вот такое, да, и хорошие деньги там по 100 рублей, по 50. И, говорит, когда после того, как покушали, решили все выйти и зафотографироваться, вернулись назад, дерево стоит, а денег нету. Пропали деньги. Ну, там встали немножко, ну, как же, вот там дружок не усмотрел, еще что-то. Ну, кончилась свадьба, этот фотограф или кто снимал на видеокамеру, он вытащил эту кассету, запечатал и говорит молодым, мое, говорит, вам пожелание, она вам сейчас не нужна. Ну, говорит, когда пройдет 10 лет, посмотрите через 10 лет. И они дали друг другу обещание, давай так сделаем, посмотрим через 10 лет. Прошло время, они эмигрировали уже в Германию, живут, вроде бы все нормально, хорошо, прошло 10 лет, они собрали друзей своих, родных, устроили обед и решили вот все вместе просмотреть эту кассету, вспомнить. Ну, и как это всегда происходит, знаете, смотрят кассету, все, ой, какой ты был молодой, ой, какая ты худенькая была, и вот, знаете, разные комментарии смотрят там, еще что-то. И вот получается, что когда все пошли на вот делать фотографию, то вот этот, кто снимал на видеокамеру, он поставил ее на стол, но забыл, видимо, выключить. И на вот это видео видно, как прибегает назад первый дружок и быстро сдирает вот эти рубли с вот этого дерева. Но самое страшное, этот дружок, женатый, с женой, с детьми, сидит в этой комнате. Друзья, для нас это кажется ужасно, кажется, хоть бы земля под тобой расселась в такой момент, но запомните, друзья, лучше так, чем когда мы в вечности станем перед Богом. И тогда все будет открыто. Проблема будет только в том, что уже будет поздно, и будут кричать, чтобы горы покрыли, но не покроют. Сегодня Слово Божие говорит, вы живете в время ужасное, будет много обольщения, мир будет врываться в церковь, вы будете подвержены тому, чтобы на что-то закрывать глаза, вы будете ставить под вопрос многие истины, но Господь сегодня говорит, я вас люблю, и говорю вам просто наперед, берегитесь, чтобы этого с вами не произошло. Поэтому подойдем к этому честно, искренне, и пусть Господь благословит каждого в том, чтобы, если необходимо совершить раскаяние и стать на истинный путь, то сделать это сегодня, а не ждать тогда, когда будет уже поздно. Пусть Бог благословит каждого из нас в этом. Аминь. Помолимся. Спасибо. 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 Дорогой Господь, мы благодарны Тебе сердечно за Твою великую любовь, за Твою милость, за то, что поистине Ты так возлюбил нас, что отдал Сына Своего. Ты, Господи, не пожалел Своего родного Сына, единственного, который пролил кровь для того, чтобы дать нам жизнь вечную, для того, чтобы мы имели будущность и надежду. Господи, прими от нас сердечную благодарность и славу. Но Ты видишь, Господи, Ты сам нас предупреждаешь, что живя в это время, когда приближается Твое пришествие, то мы, Боже, подвержены этому великому искушению, которое происходит. И мы просим Тебя, Господи, дай нам силы, помоги нам еще больше и больше возлюбить Тебя, возлюбить Слово Твое, заниматься этим постоянным, чтобы, Господи, иметь именно вот эту надежду на жизнь вечную. Благослови эту церковь, благослови каждого, кто находится здесь, кто слушает эти слова и Слова Твоего, чтобы оно производило действие, чтобы мы могли, Господи, поистине обратиться к истине, и чтобы мы, Господи, никогда, никогда не могли быть подвержены этому обольщению. Услышь нас в этот час. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. У нас информация для наших родителей и детей. Вы знаете, что сейчас происходит в школах. И поэтому эту информацию вы должны знать. Он будет у нас на вечернем богослужении также. И в пятницу, 6 апреля, была назначена встреча на Солана. Встреча Гавиловского. Она отменяется в связи с выездом Вилия Николаевича на конференцию в штат Вашингтон. Вот такие объявления. Еще одно объявление, дорогие братья и сеанс. Нам стало известно. Я бы попросил, чтобы включили небольшой видеоклиф, что отошел в вечность. Тим Бонтейн, тот президент компании, который строил вот этот молитвный дом. 49 лет. Пожалуйста, включите нам видеопленку. Я стою сегодня здесь. Стою здесь перед вами в крутости. Как ваш генеральный контракт. Большое спасибо. Дорогие друзья, сегодня Тим Бонтейн. Удивительно интересная дата. 19 сентября у него день рождения. Удивительное начало, да? Подарим отцерк ему цветы на память. Добро пожаловать. Если вы помните, это было 19 сентября 2002 года, когда мы молились о благословении нашего плана, да? Или участка. Так вот, на 49-м году жизни этот человек умер от рака лёгких. Наша жизнь коротка, братья и сёстры. Человек имел власть всё. Слава Богу, что он христианин. Если кто помнит, то он читал к нам из Слова Божия, из Псалтия. Но мы вынуждены вам сообщить. У нас были очень хорошие отношения, хотя были очень важные вопросы спорные, которые мы стояли всегда отстаивать в пользу и в интересах церкви. Слава Богу, что вот мы верим, что там в вечности этот человек много строил молитвных домов, в том числе и наш. Будем молиться об этом. Сейчас Михаил Юрьевич прочтёт нужды, и мы помолимся Господу. Хорошо, давайте, почти. Давайте, братья мои, встанем. И потом я также прочитаю нужды церкви нашей, о которой будем молиться. Мы стоя выслушаем эти нужды. Дорогая, любимая церковь, братья и сёстры, слава Богу за его чудесный ответ на молитву. Бог послал мне труд и жильё, великое ему поклонение. И прошу, помолитесь также за моих детей. Сердечно просим помолиться церковь о рождении внуков-близнецов. Наша дочь сейчас в госпитале, в семье Пеньковых и Ганченко. Дорогая церковь, пожалуйста, помолитесь за Олега Леонова. Он в критическом состоянии, чтобы милостивый Бог дал ему покаяние. Ему 43 года. Сестра Вера, Жук. Братья и сёстры, просим помолиться о нашей маме. Она в тяжёлом состоянии, и ей завтра на работу. Дети, помолитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сёстры, очень просим помолиться. И в этот час мы призываем... Он сильно заболел. Он дитя Божие, сестра в Господе. Помолитесь за маму мою. У неё во вторник операция, сестра в Господе. За сына Романа. Ему 6 лет. И 25 апреля ему предстоит сложная операция. Просим церковь понести его на руках молитвы. Родители. Дорогая церковь, помолитесь о сестре Валентины, предыбаяла, чтобы Господь укрепил и утешил её в переживании. Муж её очень болен, в плохом состоянии, чтобы Господь сам усмотрел и приготовил его. Любимая церковь, дорогие братья и сёстры, прошу помолиться за моего мужа, чтобы Господь даровал ему спасение, освободил его от алкоголя. Верю в вашу молитву, сестра Татьяна. Помолитесь о нашем сыне. Он впал в грех, чтобы Господь освободил его от этого. И семья не разрушилась. Родители. Прошу церковь помолиться, чтобы Господь освободил мужа от зависимости телевизора и компьютерных игр. Чтобы он приблизил его к себе, и чтобы дети не видели всей этой грязи фильмов в нашем доме. Сестра в Господе. Братья и сёстры, к нуждам нашим нас приветствует церковь из штата Миннесота, города Шакопи. Передают сердечный привет. И также напоминание нашей молодёжи. Сегодня молодёжный вечер будет проходить во второй славянской церкви. Там будет общение проводить брат Алексей Мельничук. И приглашается вся молодёжь наших славянских церквей. Поэтому мы очень приглашаем молодёжь. Посетите это общение. Давайте мы помолимся Господу. Дорогой наш и любящий Господь. Слава Тебе, наш Небесный Спаситель, что Ты так чудно любишь нас. Кто может измерить Твою любовь? Кто может её исчерпать? Твоё милосердие и милость. И сегодня через Слово Твоё Ты нас утешал, Ты нас обличал, предупреждал и радовал. Мы, Господи, как получившие великую прибыль, к Тебе приходим и склоняемся, и благодарим, что Ты вовремя нас предупреждаешь, чтобы никто не погиб. Господь, мы хотим попросить Тебя о наших детях, о мужьях, о которых есть эти нужды. Господи, Ты, как Отец Небесный, можешь применить и милость, и исправительную розгу. Ради их спасения сделай так, чтобы они не погибли, Господь, и чтобы не погибали дети наши, внуки наши. Господи, мы на руках молитвы несем перед Тобой их. И мы просим за тех, кто болен, физически по плоти страдает, наши дети, наши мужья, жёны наши, кому предстоят эти операции. Господь, осмотри их сам, и благослови руки врачей, которые будут к ним прикасаться. Мы просим Тебя за все эти нужды, высказанные в записках, кто в госпитале сейчас после родов лежит. Господь, кому предстоят дороги, пути, мы на Тебя уповаем. И много раз благодарим, что Ты слышишь молитву Твоей возлюбленной церкви, отвечаешь в своё время, посылая благословения. Господи, мы благодарим Тебя, что некогда в нашей церкви строя трудился этот брат Бонтейн, что Господь, он много церквей построил в нашем городе, а теперь, Господи, он отошёл в вечность. Слава Тебя за его труд и жизнь. Пошли утешения его семье, дому его. Господи, мы хотим поблагодарить Тебя также за служение нашего брата Василия Балашканова, за его усердие, посвящённость этому хору. Благодарим, что он трудился и жил с ними. А теперь, Господи, его намерение трудиться с духовым оркестром, с этой мужской группой. Ты сам его благослови Твоим благословением, Твоими силами и благодатью Твоею. И теперь, Господь, мы благодарим Тебя за это общение, что мы лицом к лицу встретились друг с другом, с нашими братьями, гостями, и услышали Слово Твое Святое. Распусти нас с Твоим миром, особенно гостей, кто пришёл в наш дом молитвы, и Твоим отцовским благословением. А наше дальнейшее служение, членское, наше семейное собрание, Ты тоже благослови, Господь, Твоим миром и благословением. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Братья и сёстры, наши члены церкви, Вы оставайтесь.